Муха очень хорошо работает, шевелится под водой, пульсирует, очень хорошо давит в воду за счет плотных материалов, из которых изготавливается тело. Эту муху можно изготавливать различной длины, как 4-3 см микропиявки, так и до 20 см в зависимости от объектов ловли. Это маленькая микропиявка для ловли форелей на юге России, для ловли кумжи, для ловли микижи на Камчатке. Она изготовлена в таких своих цветах, в комбинации цветов, это розовый и серебро. Если вы будете изготавливать пиявку шартрезную, белую, вы сможете ловить судака, окуня, жереха и различных представителей хищников, которые обитают в средней полосе России. Если изготавливать мухи в черных цветах, то они отлично ловят как семгу, так и кумжу на севере России, на Кольском полуострове. Поэтому муха очень рабочая, я бы сказал, такая муха вездесущая, и муха ловит любую рыбу, поэтому рыболову стоит иметь такую муху у себя в арсенале. Опять же, повторюсь, такая муха изготовлена в стандартных пропорциях, в стандартной комбинации материалов, которые я использую повсеместно для ловли различных хищников. Для мелкой пиявки я буду использовать крючок TFF Leech мелкого размера, то есть это шестерка, это некрупный крюк для ловли не очень большой рыбы. В принципе, и большую рыбу можно будет легко достать на этот крючок, но размер крючка, прежде всего, обуславливается размером пасти рыбы. Я буду использовать некрупные крюки, потому что эта муха, в частности, будет использоваться для ловли форелей на Кавказе, кумжи, для кумжи на Кольском, также для представителей Тихоокеанских лососевых на Камчатке. Закрепляем монтажную нить на цевье крючка. Я обычно для монтажа использую цевье, буквально его 1 третью часть, этого вполне достаточно. Делаю два холостых прохода по цевью крючка, возвращаю нить в центральную часть этого бандажа, оставляю ее. Теперь нам потребуется мех кролика. Эта пиявка будет изготовлена в таких ярких комбинациях, потому что яркие розовые цвета хорошо работают как на Кавказе, так и в средней полосе. И самые особо любимые эти цвета на Дальнем Востоке, прежде всего на Камчатке, я буду изготавливать муху в комбинации розового с серебристым телом. То есть, очень муха хорошо работает по мутноватой воде на Кавказе для ловли форели. И также эту муху хорошо берут морские обитатели, то есть, сарган, различные ставриды, то есть, розовый цвет очень популярен. Для начала мне нужно заострить будет кожу кролика, потому что она очень широкая. И если сейчас муху просто взять, закрепить в своем внешнем виде, который сейчас имеет, допустим, кролик, будет очень толстый хвост, и он не так активно будет играть. То есть, более тонкий хвост, он гораздо лучше играет на течении, то есть, шевелится и провоцирует рыбу на хватку. То есть, я всегда заостряю кожу для того, чтобы муха была более изящная. То есть, для этого я буду использовать ножницы, просто обрежу шкуру на конус, то есть, заострю ее. Во время обрезания лишней части кожи я пальцами отвожу мех в сторону, для того, чтобы не отрезать нужные, так сказать, ворсинки меха. Аккуратненько обрезаем. Вот, и заострил кожу, то есть, сделал очень тонкую, острую часть. Благодаря такому тонкому краю мех кролика будет очень хорошо играть. Сейчас на поверхности, то есть, без воды, на воздухе этот мех выглядит не так интересно. В принципе, при попадании его в воду мех сразу же надувается, берет объем и начинает активно шевелиться, играть и провоцировать рыбу. Теперь я беру, отмеряю отрезок кожи, где у меня будет фиксироваться кролик на крючке. Отрезок, именно крайняя часть кожи, то есть, не должна выступать очень далеко за изгиб крючка. Потому что, если оставить очень длинный отрезок кожи, то есть, во-первых, минус будет в том, что рыба будет хватать муху за ее крайнюю часть, будет очень много холостых поклевок и малорезультативных. Но самый большой минус, то есть, что будет мех перехлестываться с крючком на забросе и муха будет идти в таком положении. То есть, это уже неправильно, потому что муха не будет работать так, как она должна работать. Поэтому отрезок должен быть очень короткий, и, как правило, за стандарт мы берем это начало изгиба крючка, то есть, либо цевьё, то есть, проводим прямую линию, то есть, дальше этой части, этой точки кожа кролика, допустим, именно мех не должен выступать. А мех, соответственно, может болтаться дальше, потому что, если мех тоже будет перехлестываться за крючок, он никогда не будет здесь находиться, потому что водой струю его сразу же вымоет отсюда, и муха будет идти правильно. То есть, закрепляем мех вот именно в таком положении. Пальцами делаем пробор. Если порой не получается пальцами аккуратно убрать все нужные ворсинки меха, то есть, можно использовать даббинговую иглу. Даже если при изготовлении вы неровно отмерили и край кожи выступил у вас очень далеко, но вы уже все смонтировали, ничего страшного в этом нет. Можно ножницами аккуратненько обрезать лишний отрезок кожи, соответственно, он отрежется вместе с мехом, но ничего страшного этого не будет. Аккуратненько заворачиваем мех назад и кончиками ножниц острыми обрезаем его по нужной длине. Воду использую даббинговую иглу. Теперь нитью фиксируем кожу. Прихватываем одним оборотом кожу крюлика. И теперь делаем несколько оборотов фиксирующих кожу в этом месте крючка. То есть, не нужно делать очень широкий бандаж, то есть, его буквально в одной точке делать 10-15 оборотов. Этого вполне будет достаточно для того, чтобы удержать кожу в этом месте. Эта точка крепления надежная, но, опять же, во время вынимания крючка из пасти рыболовы часто каранцангами, либо различными плиерами разбивают этот узел. И из-за этого бандаж ломается, и, соответственно, кожа будет болтаться отдельно от крючка. Поэтому нужно вынимать аккуратно крючки из пасти рыб. Теперь для того, чтобы зафиксировать монтажную нить в этой точке, либо можем отводить мех назад, делать финишный узел. Но это неудобно, потому что у нас болтается отрезок шкуры кролика. Но здесь, допустим, этот резок очень короткий, можно сделать финишный узел. При длинных отрезках это сделать очень сложно, поэтому проще делать, отводить шкурку назад и заводить нить в переднюю часть к ушку, буквально несколько оборотов, и делаем финишный узел. Финишный узел готов. Теперь мы будем проклеивать эту часть монтажа, а именно снизу проклеим монтажным лаком все. Если лак попадет чуть-чуть на саму шкурку, на кожу, меха, то ничего в этом страшном нет. Все равно будет материал работать, потому что в воде все размоется. Для этого я использую жидкий монтажный лак. Все, достаточно. Теперь убираем это все в сторону. Следующее, что мы делаем, это мы берем носитель, на котором будет строиться вся муха. Это муха некрупная, то есть она мелкого размера. Называют такие мухи микропиявки для ловли различных лососевых, также и форелей на Кавказе. Поэтому я буду использовать микрошенг. Это носитель более тонкого диаметра, нежели предыдущие носители этого вида. То есть обычные носители, они изготавливаются специально для интрудеров, пиявок, для ловли крупных рыб, для использования различных объемных материалов. Поэтому они гораздо толще в диаметре. Эти же микрошенги, они тоньше в диаметре, и их легко можно будет откусить по нужной длине. Вся муха у меня будет строиться где-то на 2-3 части самого носителя. И в конце, когда я все изготовлю, я просто лишнюю часть откушу бокорезами, и будет у меня коротенькая, маленькая пиявка. Монтажную нить фиксируем на цевье. В этой мухе я буду использовать блестящие голографические материалы. В данном случае это серебристый крюченый люрекс, либо цент флеша он называет. Буквально буду использовать одну полоску, одно волокно возьму. Здесь его сложу пополам. Делается для того, что рыба всегда смотрит на муху снизу. И эти блестящие элементы будут находиться как раз под кожей самого меха кролика. И они будут блестеть и привлекать рыбу своей игрой. То есть не во всех мухах я использую блестящие материалы. Но так как эта муха делается для ловли форелей на Кавказе, я использую как можно больше блестящих элементов. Они хорошо привлекают форель. Для изготовления трейлера, самого носителя я буду использовать плетенку. Это плетенка в диаметре PE классификация 2.5. Она довольно-таки прочная, мощная. И вполне ее будет достаточно для изготовления трейлера. Если нет плетенки, можно использовать различные бэкинги, тонкие бэкинги. Самое важное, чтобы было какое-то либо сочетание цветов. И, соответственно, материалы не были толстыми для того, чтобы муха хорошо играла. Так как плетенка тонкая, можно сделать несколько дополнительных оборотов. Я буквально сделал один оборот в дополнение. Потому что монтажный узел мог неплотно прилегать к краям ушка крючка. И загиб ушка мог быть, возможно, острый. И на вываживании крупной рыбы плетенка может перетереться. Но это я так перестраховываюсь. Но обычно такого не бывает. Но в некоторых случаях лучше перестраховаться. Потому что крупная рыба не любит ошибок. Есть. Все таким образом у нас получился узел. Закрепляем трейлер. И теперь регулируем длину желаемой мухи. Муха будет не крупной, как я говорил, в размере 7-8 см. Но, в принципе, этого вполне достаточно. Теперь фиксируем плетенку по цевью, то есть по носителю. Практически на всю длину его делаем. Возвратный ход нитью назад. Возвращаем ее опять теперь вперед. Загибаем. И буквально опять два хода. То есть один назад, один вперед. И возвращаем для фиксации кролика. Этого достаточно. Не нужно клеить. Потому что это все лишнее. И так, в таком положении невозможно вырвать эту плетенку. Рыба тем более это не вырвет. Теперь фиксируем кролика. Меряем. То есть у нас понимаем, что в месте фиксации сейчас нити должна фиксироваться часть кролика. То есть его кожа. Примерно замерили. Делаем пробор. Можно сделать пробор либо пальцами, либо даббинговой иглой. То есть трейлер не должен быть прямой. То есть если мы делаем прямой трейлер и дотягиваем по его длине, без натяжения длину кожи кролика, то есть вот примерно в таком виде, кожа в воде размокнет и будет выдуваться такой живот, который будет негативно сказываться на игре мухи. Поэтому изготавливая все пиявки, трейлер сам должен быть с таким небольшим натяжением, с таким небольшим животом. Потому что весь мех кролика, вся кожа, то есть она тянется и буквально там уходит на длину до 5 миллиметров. То есть в зависимости от толщины вычинки, то есть самой кожи. Здесь кожа тонкая, поэтому она очень хорошо вытянется. И буквально делаем запас миллиметра 4-5 на свободный ход вытягивания меха кролика, то есть вытягивания его шкуры. Теперь фиксируем. Для того, чтобы нам не мешал мех, мы можем либо его смочить, то есть буквально либо прогладить пальцами, для того, чтобы он нам не закрывал эту V-образную воронку и нам было удобно зафиксировать до конца кролика. Буквально 5 оборотов достаточно. То есть мы видим, что здесь появился у нас небольшой животик, то есть кожа у нас натянута, а трейлер не натянут. То есть получается такой небольшой провис. Во время игры, то есть кожа вытянется и у нас будет натянут и трейлер. Это правильная комбинация, потому что многие из вас, если будут делать первые пиявки с такой ошибкой, на воде вы сразу же поймете, о чем я говорил. Ну, теперь отводим весь мех кролика назад. Проклеивать это место не обязательно, но многие проклеивают, ничего там плохого нет. Для формирования тела я буду использовать такой материал, это UV Polar шинель, Silver UV, то есть это серебристые волокна с волокнами такими прозрачными, которые бликуют в ультрафиолете. Здесь на Кавказе форель очень любит серебристый цвет, чтобы все блестело, мерцало именно в серебре в оригинальном цвете. Также этот цвет хорошо работает на Дальнем Востоке, но эта комбинация у меня уже проверена, я много лет ловлю, поэтому уху она хорошо работает. То есть материал выглядит следующим образом. Это, грубо говоря, у него есть корд, в который вплетены вот такие длинные волокна, которые, грубо говоря, перемешаны на серебро с ультрафиолетовыми волокнами. Я сейчас закреплю крайнюю часть этого материала на теле самого носителя и плотно виток к витку намотаю все это по телу в переднюю часть, ближе к ушку и здесь уже зафиксирую. Во время наматывания я пальцами отвожу волокна назад. По намотке можно варьировать толщину самого тела, то есть когда вы ловите в более мутной воде, вам нужно более плотное тело, то есть более плотное изготовленное из материалов для того, чтобы муха хорошо толкала воду. Если вы ловите в более чистой воде, вам не нужна объемная муха, то есть рыба ее увидит, не обязательно ей слышать эту муху, поэтому можно сделать шаги не такие плотные, а варьировать, допустим, то есть натяжение и делать более такое, можно сказать, куцое тело, чтобы не такое объемное оно было. И такая муха очень хорошо будет работать по чистой воде. Поэтому я сейчас делаю здесь намотку средней плотности, то есть не плотный виток к витку там, делаю с таким нормальным шагом, средним шагом отвожу все волокна назад, вот дошел до передней части, точку головы и теперь делаю здесь, можно сказать, фиксацию материала, три оборота больше не нужно, обрезаем лишнее, отводим материал назад и фиксируем, делаем более надежный такой бандаж. Все, теперь заводим все материалы вниз и меряем длину до головы. Померили. По этой части мы ее обрезаем. То есть мы обрезали таким образом, что под натяжением она выходит нас до края ушка. Теперь мы заостряем ее чуть-чуть для удобной фиксации нитью, для того, чтобы во время фиксации кожа не крутилась по сторонам. То есть у нас получается такое небольшое заострение. И теперь натягиваем кожу и цепляем. Иногда возникают трудности с натяжением кожи кролика и фиксацией. Для этого можно использовать какие-то пассатижи, бокорезы, все что угодно. Можно взять эту кожу за край, подтянуть, поймать ее нитью и все. И зафиксировать. Это все гораздо легче, проще и быстрее. И без каких-либо дополнительных нервов или еще что-то в таком роде нервничать не стоит при изготовлении. Поэтому все можно сделать проще, использовать различные материалы, из подручных средств. Делаем финишный узел. Можно сказать, что муха готова. Сейчас проклеиваем ей голову. Но остался один такой маленький штрих, который придаст нашей мухе в более соблазнительную и правильную игру. Нам нужно теперь выровнять длину всех волокон. То есть они у нас сейчас общей длины. И эта длина очень объемная и доходит практически до края нашей мухи. Поэтому мы их чуть-чуть подрежем. Чтобы они не были такими длинными. Теперь муха у нас смотрится гораздо изящней. Если бы муха была длиннее, то я оставил бы эти материалы в том виде, в котором они были. То есть более длинными. А так муха короткая, поэтому и тело должно быть покороче. Обрезаем блестящие материалы по краю меха. Может даже чуть-чуть короче. И теперь лишний отрезок носителя убираем бокорезами. И муха готова. Пиявка готова. Это маленькая пиявка. Можно сказать, такой стандартный вариант. То есть моя проверенная муха, которая работает хорошо как на юге России, так и на севере Камчатки. И в таких местах, где есть интересные объекты ловли. Очень рабочий вариант. Простая в изготовлении. И если вы будете изготавливать эту муху с применением различных цветов, вы можете делать мухи для ловли окуня, щуки, судака. То есть эта же муха отлично работает по судаку. Но для судака мы изготавливаем ее с применением утяжелителей. Такие как латунные, либо свинцовые гантели, либо вольфрамовые шарики. Но эта муха сейчас в своем классическом виде. То есть это классическая пиявка, на которую я ловлю очень много. И я бы сказал, это муха номер один в моем арсенале. Но, соответственно, вариации цветов, длины, веса. Это очень важно. Поэтому ее можно изготавливать из кролика, применением синтетик. Либо самому изготавливать эти волокна для формирования тела. Все это делать очень легко. Вы можете формировать тело с помощью даббинговой петли. Использовать различные даббинги, различные цвета. И делать очень уловистые мухи для вашей области, для вашего региона, для ваших вод. Поэтому всегда делайте как можно больше цветов, различных цветов. Но это вот такой мой, можно сказать, рабочий вариант, который 100% ловит рыбу. Поэтому, я думаю, будет полезной мухой этой вам. Продолжение следует... Продолжение следует...